Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. 4 августа в южной части города на улице Таёжная нашли тело 48-летней Новорингойки. Женщину обнаружили неподалеку от офиса банка. Предварительной причиной смерти редакционные источники НОР-24 называют оторвавшийся тромб. Подробности уточняются. Буйный подросток из Тазовского района несколько раз ударил ножом собутыльника. По данным следствия, 3 июля 19-летний потерпевший решил выпить с 15-летним земляком, с которым поссорился и подрался. Старший товарищ оказался сильнее младшего, заставив его скрыться у себя дома. Не удовлетворившийся итогом потасовки, совершеннолетний дебошир пришел в квартиру к другу, где продолжил выяснять отношения. Тогда подросток взял в руки нож и нанес своему обидчику несколько ударов. Остановил драку отец юноши. Потерпевшему оказали необходимую помощь. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Теперь подростку грозит до 10 лет колонии. Полицейские Новорингойки по горячим следам поймали молодых парней, которые украли аккумуляторы с КамАЗов. Теперь им грозит лишение свободы вплоть до 5 лет. 3 августа в МВД обратился представитель одной из организаций города. Он рассказал, что с грузовиков, которые стояли на базе, некто снял аккумуляторные батареи. Неизвестные смогли унести 8 запчастей на сумму 84 тысячи рублей. Варишек поймали. Ими оказались 23-летний житель Новорингой и 21-летний уроженец ближнего зарубежья. Они признали вину и вернули похищенное. На похитителей возбудили уголовное дело. Жительница Салихарда 38 лет обратилась в полицию с заявлением на мошенников. На ее телефон позвонила неизвестная. Представилась сотрудникам банка и сообщила, что ее персональные данные похищены. Причем другими сотрудниками банка. Они даже уже оформили на нее кредиты. Поэтому ей немедленно нужно пойти и кредитные деньги получить, пока их тоже не сняли мошенники. Доверчивая Салихарда пошла в банк и оформила на себя несколько кредитов. Причем более чем на 700 тысяч рублей. А потом перевела их на различные номера телефонов, которые продиктовала ей лже-сотрудница банка. Теперь злоумышленницу разыскивает полиция. Ей предъявляются обвинения по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин